Девушки отдыхают Илюха у нас где-то еще успел надраться по этому поводу Но в целом ситуацию припоминаю Илюха у нас надрался с одной бочкой в нашем замке У половины нашей партии также сломана броня Сейчас мы ее быстренько починим Мне помешало бы также избавиться от этой вот пошарпанной кольчуги В какой-нибудь магазине Но еще и вот у меня полно всякого барахла Вроде вот этих вот элебард, резубцев Надо, короче говоря, все это дело продавать Но пока что я хочу отдохнуть Насколько я понимаю, наш мастер ветров пока что не активен Да, так и есть, в принципе Отправляемся в таком случае отдыхать в таверне Нам ничего другого не остается На следующий день мы должны Стать более-менее активные Все такие вот живые И давайте тогда начнем наш день с продажи Ненужного барахлишка А именно вот примерно с этого Так Готово Теперь давайте продадим ненужное оружие Я там заметил еще арбалет какой-то плюс ноль был Вот этот вот Отлично Так и еще Готово Ну в принципе я сейчас уже более-менее свободен Почему я сохранил большинство вещей? Так это потому что я потом смогу стать Мастером торговли Даже градмастером, как видите Да, вот здесь И В общем-то продавайте все эти вещи По настоящей цене То есть, например, вот эту великолепную кольчугу Смогу продать уже за 1300 золотых Сколько-сколько она и стоит Ну в целом, ребята Куда мы сейчас отправимся? Отправимся мы сейчас, скорее всего В Дею Именно не в бездну, а в Дею К сожалению, у меня там маяка никакого не стоят У меня даже такого закинания нету Так что придется отсюда переходить именно из бездны Ну в целом, вот это не так уж и сложно И зачем мне туда нужно? Так это потому что Я забыл там взять один квест А это, ребята, квест на злодея Да, это он сквозь продвижение С крестоносцев злодея То есть, как ни странно Улдскул у нас может стать теперь злодеем Хотя это не так уж странно Потому что Это звание ему как-никак соответствует Он так и не допрошел все-таки Меч и магию 6 Да и не собирается, думаю Ну в целом, ребята Колдуем полет Отправляемся в башню злодеев Башня у нас находится Где-то рядом с нашей деревней Откуда мы все это время начинали В Дею Вот, как видите Еще наша конюшня знакомая здесь стоит А сама башня находится Вот здесь, где-то в горах Так вот, отдельно стоит Чтобы злодея, наверное, никто не трогал Не отвлекало от его дел Ну что ж, давайте знакомиться Это у нас велимся так Редкостный злодей, как он нам говорит Ну, знаете, ребят, если повернуть его фамилию обратно То получится другая, не менее известная фамилия Так что получается Тот человек и прям какой-то злодей Ну что ж, давайте мы возьмем его квест И заключаться будет следующее Нам нужно будет похитить из замка Гриффонхат Какую-то красавицу Зовут ее у нас Эм, погодите-ка Кажется, они здесь Ага Нам нужно похитить Алису Харгривз Замки Гриффонхат Ну, в целом, эта задача будет не такая уж и сложная Потому что в замке Гриффонхат у нас уже давно никто не живет Королева закрылась И там могут быть разве что дежурить Ну, ее стражники Которые будут до сих пор нас предупреждать о том, что Если пройдем чуть дальше То нас будут все атаковать Хотя мы там уже давно всех убили Так, ну ладно, давайте тогда Посетим еще вот эту ратушу Нам должно здесь дать его награждение Зубида чудища И нам дают 6 тысяч золотых Итак, ну по идее Мы уже выполнили квест на охотника за головами Давайте посмотрим Хе, да вы шутите Всего лишь 100 золотых не хватает Ну ладно, ребят Тогда придется еще возвращаться обратно, скажем, в Хармондел Там брать уже Какого-то другого монстра Которого смогу убить в ближайшем будущем Скажем, того же Гоголя и Гарпию Ну, или кого-то еще в этом роде Ну, во всяком случае, ребят Давайте сейчас мы быстренько выполним квест на злодея Возьмем здесь красавицу Так, ну как я говорил Нас здесь до сих пор предупреждают эти стражники О том, что нам сюда проход, в общем-то, запрещен Берем эту красавицу Хотя, я бы не сказал, что она какая-то уж особая красавица Но, тем не менее, живет она почему-то в таком деревянном доме Хотя, находится она в замке Причем каменном Так, ну ладно, ребят Давайте мы отправимся обратно, скажем, в Урафию Ну, теперь давайте здесь выбьем себе какой-нибудь свиток Очень прикольный Скажем, свиток невидимости Потому что в будущем он мне еще понадобится в одном квесте Ну, наконец-то Все, ребят, взяли мы, наконец-то, невидимость Больше мне в Урафии почти уже ничего не понадобится Ну, по крайней мере, на этот раз И теперь давайте-ка отправляться, скажем, обратно в Хармандейл Там заодно сбагрим в сундуки Все наше ненужное барахлишко Вроде вот этих вот свитков Это мы уже все читали, по-моему Так, это тоже, это тоже Это тоже ключик нам уже больше не нужен Так, что теперь? Ну, это сердце, скорее всего, тоже Потому что мы играем за злых Так, что теперь? А, ну еще бошку голема, разумеется Все, ребят Теперь мы сбагрили все ненужное барахлишко Можем также украсить у этого голема, как ни странно, его ногу Он до сих пор будет ходить Но, в всяком случае, мы можем идти дальше Так, и нам нужно будет посетить эту ратушу Ну что ж, давайте сохранимся Попытаемся кого-нибудь выбить Надеюсь, что мне выпадет кто-нибудь простой Так, часовой огня То, что мне нужно В таком случае отправляемся мы Обратно в инкубатор Сейчас мы убьем там этого окненного элементоля Ну и, по идее, это будет не так уж и сложно Потому что все-таки эти часовые огня Не такие уж и крутые Они все-таки Сама первая разновидность Только где они здесь живут? Что-то они выпали, по-моему, в этот раз Они только стражи какие-то А, вот они, в принципе Убиваем часового огня Пришло теперь время возвращаться обратно Обратно в Хармодел И сдавать В общем-то, это небольшое задание Получать за него награду Так, идем дальше И давайте все-таки получим награду За нашего часового огня А нам дают за него Всего лишь 1300 золотых Но, во всяком случае Мне бы хватило всего лишь сотни Так, ну ладно Давайте мы еще так же посетим Вот этот Факел Объедистал Короче говоря, состязание на удачу Здесь мы выигрываем Еще 5 очков навыков И также зададим В Туларецком лесу Квест на охотника с головами Так Ну что ж, наш охотник живет вот здесь Сдаем его квест Ну, награды, скорее всего, нам послужат Именно его опыт И еще Награды, которые мы получили в ратушах Но так, в целом Квест весьма такой неплохой Также мы здесь собираем Немножечко грибов Как-никак могут помочь В каких-нибудь ситуациях Особо критических Так, теперь Берем вот здесь Еще один факел Получаем еще 5 очков навыков Ну и, по идее Теперь мы сможем отправиться Во Вли Чтобы выполнить там Квест на снайпера Да, снайпер этого уже будет Последнее повышение Для нашего Стрелка Даже для мага воина Сколько могу посудить Да, Илья у нас все-таки Маг воин В таком случае Илья у нас скоро станет И снайпера И что нам для этого Нужно будет сделать? Нам нужно будет отправиться В цитадель титанов Которая находится Также во Вли И там нам нужно будет Выкрасть какой-то лук Но все-таки Я не зря покупал Севиток невидимости Чтобы мимо этих титанов Можно было как-то пройти Но в целом Это задание выполняется Запросто даже без невидимости Просто если постоянно лечиться То вас там почти не убьют Хотя если попадется Все-таки Кровавый титан То он конечно может Там задать жару Я так полагаю На всяком случае Посещаем здесь Нашего снайпера Он нам предлагает Это задание И по идее После этого Теперь там уже В этой титадели Появится лук Раньше его там не было Насколько вы понимаете И вот теперь Мы отправляемся туда Перед этим колдуем На себя полет И я бы хотел еще Посетить один алтарь Который нам понадобит Спокойся за друида Находиться он у нас Будет где-то вот здесь В поле с виверными Да здесь разумеется Еще встречаются синие Их стоит опасаться Как вы знаете По крайней мере Как те из вас Кто играл в эту игру Они прекрасно знают О чем я говорю Потому что эти виверные Могут вас еще убивать При ударе Так берем здесь Так же еще немножечко золота На лоденных элемент Или пока что Не обращаем внимания Хотя потом их уже не будет Я так полагаю Ну по крайней мере Вы узнаете когда Во всяком случае Да Олдскул нам говорит То что нам пора идти Берем здесь этот судучок И здесь мы находим Два черных зель Абсолютная меткость Из камня вплоть Но это зелье я продам А вот абсолютная меткость Небо конечно уже не помешала Кому бы ее только дать Кому меньше всего меткости Так Ну давайте дадим что ли Не знаю Кому-то из этих По идее надо давать Давайте дадим что ли Не знаю Легу По идее у него Удары должны быть быстрые Из-за его посоха Хотя могу Швац В во всяком случае Колдуем на нас регенерацию Это мне еще поможет Так Еще немножечко Обкастуемся И пройти тогда Колдуем на себя невидимость Вот и она И поехали Так Ну да Как видите Здесь помимо титанов Еще водятся и вот эти драконы Я их конечно уже мог убить Но пока что не хочу На них обращать внимание Так Ну да Как видите Вдалеке виднеются Еще красные титаны То чего здесь стоит Реально опасаться Потому что они как и виверны Могут вас еще убивать А если вы еще наткнетесь На их искры То вам можно сказать Очень крупно не повезет Потому что искры Также могут вас убивать Ну так что Без защиты от магии Скажем на Уровне град мастера Здесь делать почти нечего Так Что здесь Снова абсолютная меткость Хорошо В таком случае Это у нас достается Уже доктору нашему Доктору Попову Он это заслужил Я так полагаю Так Берем здесь Совершенный лук То что от нас и требовалось Да Как видите Здесь у нас стоит Пометка предмет задания К сожалению Этот предмет у нас Не продается нигде Не покупается Так что найти его Может быть Только здесь Так Интересно Здесь попадаются Какие-то реликвии Мне обычно всегда Здесь попадаются Ну видимо Не в этот раз Хорошо Нет Я не буду брать Пожалуй Этот камень Скорее бы Испробовать Ммм Неплохая такая броня Конечно Хотя у них И получше Так полагаю Неплохо было бы На самом деле Зачаровать Купить себе Заклинание Талисмана И еще стать Градмастером По воде Так Ну и давайте Тогда Удвигаться Обратно По идее У нас уже Совсем скоро Закончится Невидимость Нам стоит Поторопиться Возьмем Также Немножечко Золото Не помешает Так Идем дальше Проходим Как-нибудь Мимо этих Титанов Красных Так Отлично Уже почти Добрались До выхода Нас до сих пор Очень никто не видит Все замечательно Ну теперь Из нас невидимость Падает вовремя То что я В общем-то И хотел Ну и теперь Давайте выходить Отсюда Сдавать наш Квест На снайпера Так Да кстати Мне бы еще не помешалось Здесь стать Мастером по кольчуге Я точно знаю То что находится Он именно в овле Так что давайте Мы это прямо сейчас Сделаем Качаем нашего Илюха до мастера Так Отлично Теряем на этом Где-то 3000 золотых Но в целом Это не так уж много Потому что у меня Есть еще где-то 172 тысячи Даже 173 почти Но в всяком случае Мы становимся Мастером Точнее снайпера Теперь мы получаем Все распоряжение Совершенный лук И на этом Наше задание выполняется Ну что ж Совершенный лук Плюс 12 У нас достается Илюхе Арбалет достается Олдскулу Вместо вот этого Лука Плюс 6 И я надеюсь Что здесь еще В магазинах Будет продаваться Какой-нибудь лук Скажем Плюс 8 Или хотя бы Опять-таки Плюс 7 Давайте посмотрим К сожалению Только плюс 6 Я пожалуй Не буду выбивать На этот раз Уже никакие блоки Потому что Я без них Купи здесь Купи здесь Новое заклинание В том числе Невидимость Полета Так Надеюсь Он выпадет сразу Так Ну я вижу Невидимость Полета есть Полета нет В таком случае Мы загружаемся Процедура Такая стандартная Если вам что-то Здесь нужно Не упадает Полет Невидимость Так Полет Полет Короче говоря Я ступил Взял два полета Не обращайте внимания Так 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 Полет Чуть невидимости Уже на этот раз нету Невидимость Точный взрыв Не нужен Потому что У меня стрелок А у меня особой магии То и нету Хорошо Выбили наконец-то Два нужных мне заклинания Звучаем оба Илюхи Так Теперь мы сможем Собственно говоря Пользоваться нашим полетом Ну и теперь Давайте возвращаться Уже Обратно в Ирафию Потому что Теперь мы сможем Проляться уже Прокаду То что мне будет И нужно Потому что Мы получили Квест на Лича Во-первых Во-вторых Там нужно будет Выполнить квест На скрижаль вол Насколько это Полагает Точнее на Ниндзю Так Ну-ка Погодите Где же у нас Этот квест Так Да Найти ключ к шифру В школе волшебства И еще кого-то убить Хорошо В таком случае Мы здесь отдыхаем Где-то два дня После этого Мы должны будем Направиться В Рокаду И в таком случае Мы там уже Способ достать Скрижаль вол И Сосуды Лича То что нам и нужно Ну может быть Еще и зачистим Небесный город Котором эти сосуды Находятся Да мы скоро Уже отправимся Так называем Небесный город Который так и называется В этой версии Небеса Хотя в оригинале Назывался Целес Насколько я понимаю Я так полагаю Это будет более правильное Название этого города Так Ну теперь Давайте здесь Будем обкастовать Семь метеоритника Потому что Это будет проще всего Также Благословение Глаз чародея Ну и мы теперь В полном порядке Конечно же Здесь не помешало Ускорение Но тем не менее Да Как видите Здесь у нас в Бракаде Уже Големы становятся врагами Они понимают То что мы злые Нас нужно уже уничтожать Как можно скорее Так Отлично И если бы вы были добрыми Ну скажем Пошли бы по другой стороне Тогда бы эти големы В общем-то Не обращали на вас Особого внимания Потому что вы все-таки добрые Так До свидания Еще где-то два голема Один почему-то решил отделиться Да Как видите На беды големов Чего-то приходится Больше одного метеоритника Так К этому мы по идее Так должны расстрелять Замечательно И Люха просто прекрасно Разносит этих големов Из-за своей удвоенной стрелы Так Еще три По идее должны задеть всех Убиваем при этом двоих Замечательно Я также вижу Ко мне приближаются Еще двое Если не трое Ну сейчас уже трое Так Теперь давайте-ка Сейчас мы их достанем Опять-таки с метеоритника И да Здесь не попадается Еще ни одного золотого голема Чему я Несомненно рад Потому что Золотые големы Достаточно жирные такие Самые сильные Все-таки Своего семейства Их уничтожать Придется довольно-таки Долго Даже ни один Метеоритник На них придется потратить А может быть Даже и не два Да Как видите Местный населенник К нам относится Совершенно равнодушно Мы его не убиваем Потому что Оно этого явно Не заслуживает Хотя мы и злые Мы можем это сделать Но я так полагаю То что мы за это получим Скорее штраф Чем что-то хорошее Также в баракаде Мы сможем заметить Еще и дружелюбных големов Которые стоят Скажем вот здесь Они на нас не обращают внимания Мы на них тоже не будем Обращать внимания Потому что они стражники За них опять-таки дадут штраф И если мы их будем трогать То уже будет агреться Местное население Как ни странно Так вижу Два медных Ни одного золотого Пока что нету Хорошо Отлично Оббиваем сразу Двоих големов Еще один остается Что-то он куда-то вниз упал Давайте сейчас мы его достанем До свидания Так Ну что ж Пока что в школу волшебства Я не пойду Потому что я прекрасно помню То что здесь Я забыл одну лампу Находится она вот здесь Мы ее берем с собой И уж теперь-то пришло Самое время Взять этот свиток Со скрижали в волн Чтобы собственно говоря Сейчас и сделаем Давайте мы Накастуем на себя невидимость И заходим Хотя я думаю Это было не так важно Кладывать его прямо сейчас Но во всяком случае Здесь у нас находится Такая секретная кнопочка Которая откроет нам В общем так говоря Вот эту дверь Да пока что Мы открыть не сможем Даже если бы У нас был бы Градмастер-восприятие Или что-то в этом роде Короче говоря Эту дверь у нас Откроет только Вот эта вот кнопка Ну что ж Дверь у нас открывается Но если мы пройдем дальше Тогда на нас будут Уже нападать Да как видите Нам уже дали В общем-то предупреждение Как видите Также здесь у нас Ставят два мага Попробуем их уничтожить Чтобы они нам не мешались Как-то вот так вот Потому что здесь У нас стоят ловушки Ну что ж Один мага меньше Все замечательно Так Уйди Жалко конечно Что не могу здесь покричать Потому что меня тогда уже заметят Но в всяком случае Мы здесь воруем свиток На котором написан Вообще абсолютно всякий бред Насколько я помню Давайте почитаем Зачастую целостная модель Да кстати говоря Ключевое слово здесь модель Это будет ключевое слово С помощью которого Сможем расшифровать Этот шифр Который нам дали Значит так Зачастую целостная модель Наблюдается в результате Относительно редкого скопления Доплазменных нитей На внутренней стенке Ипульсного свободно нестущего фронта Скачка напряжения Формирующегося при Проведение Эдокромантии С неверно подготовленными Орбицами Поскольку кубический корень Зим может быть Определен только путем Измерения труда Среди карабинов Ясно что при проведении Опыта Воркалась Охливки и шорки Пырялись по наве Это очевидно приводит К нас к неоспоримому выводу Что все зирюки Хрюкатали Как мемзики в мове Фактически Когда наблюдается Такой феномен Можно допустить Что косинус А дельта F Является положительным А глушер Имит Брандашмыт Конечно все элементарно Для более глубокого изучения Обратитесь к классическому изучению Реголита Батсинага И Маларкея Да уж конечно Я бы не хотел Получить бы в свое распоряжение Такой учебник Иначе я бы просто сошел с ума Если это конечно учебник Потому что здесь было Описано какое-то учение Я не знаю На всяком случае Мы здесь украли свиток Больше нам в этом школе Ничего не нужно Хотя я бы позже Наверное все это Все-таки зачищу Потому что она не такая Что сложная На темной стороне А уж на свет Это да Здесь придется Помущиться Если хотите ее пройти Да в принципе Если вы будете ее зачищать Вам особо ничего не произойдет Так Я конечно задел Еще и гражданских големов Как бы это странно Конечно не звучало Но это так и есть Да Это были големы-стражники Потому что Как вы могли заметить Вообще согрелось И местное население Надо было все-таки Подождать Пока подойдут ко мне Остальные враги Так вот и они Начнем пожалуй с них Потому что здесь У нас никто не стоит Минус один Сейчас пойдет И туда же второй Не помешал бы Также благословение Толлскула Замечательно Так Ну вроде все Давайте собирать Эти все трупы Ко мне еще Также идет Один из них Подождем Также вот этих Товарищей Так Минус один Сейчас будет Второй До свидания До свидания Отлично Со всеми враждебными Големами Мы тут уже В принципе Справились Все кто нам не нужен Тут еще остались Но в целом Я так полагаю Это будет ненадолго Хотя Посмотрим Поскольку у меня будет Хорошее настроение Так Ну ладно В таком случае Мы уже тут все сделали Остается только Отправиться на небеса Надо тогда Уже обкастовываться Ускорение На всех регенерацию Мужество Клощеродей На всякий случай Так что теперь Аура огня Как же без нее Теперь нового Скула Ну на луки Пожалуй не буду Накладывать и товару огня Потому что Как вы понимаете Это будет довольно долго Так Ну и в принципе По моему уже все Кладем факел И заходим в небесный город Небеса Ну что ж Здесь мы как видите Встречаем магов Они в принципе Не такие же сильные противники Хотя Да Мне все таки призывают Вот этих товарищей Элементалей света Причем великих Сразу на нас призывают Таких вот крутых элементалей Которые при смерти Еще взрываются И пожалуй вот этим Они могут быть весьма неприятными Ну а так Ничего такого эдакого То у них и нету Ну разве что призывают Вот это летающее мыло Потому что эти элементали Блин реально напоминают Какое там было Да Также если вы играете за зых То за уничтожение Этих местных жителей Вы не получаете штрафа Хотя это может быть Причуду вот этого патча На котором я сейчас играю Причуду игры И фейс патча Потому что Ребят Вот посмотрите Я вроде бы как За место населения Страфа не получаю Как ни странно Я очень знаю Как будет у вас В оригинальной версии Так что ребят Лучше Если вы встречаете Этих местных жителей То на них Лучше конечно Не обращать внимания Так полагаю Так Ну что ж Давайте сейчас мы Быстренько добьем Вот этого мага Еще это летащее мыло Которое он призвал Маги тут вообще простые Хотя знаете Вот эти Более слабо разновидности Этих магов Они конечно могут Достать неприятности Става богу Их в этом городе не водится Потому что Они снимают с вас Абсолютно все заклинания Ну разве что Зачарованное оружие При вас останется Ну а так Почти абсолютно все Осталось только Посетить еще вот эту таверну Давайте мы так же Захоронимся Играть в аркомейдж Ну и тогда Давайте начинать уже Я уж не помню Кто у нас тут был Последний вроде бы как Леген Но только в случае Эта игра должна Пройти как нельзя лучше Потому что Он у нас имеет Играть в аркомаг Да к тому же Вроде бы как Побеждал этого мага Ну по крайней мере В прошлый раз Там на поверхности Был такой же Так ну мне как то Уже везет на карту Только посмотрите Еще немножечко Я уже выиграю Так разрушили стеночку Это не страшно Плюс 20 башни Остается еще где-то 30 единичек Не так уж и много Так 74 Остается 26 Так пожалуй положим Вот эту карту например Плюс одна магия Не помешает Плюс 5 башни Остается 21 единичка Так Дела тут пока что Как нельзя лучше Надеюсь что так будет И дальше Так еще 9 единичек Давай млек Тащи 7 Можно также еще Вот эту карту использовать Тогда у нас Остается всего лишь 4 единички И мы выиграли Так Всего одна Давай Я в тебя верю Ты справишься Дракон Дракон даже Так ну давайте Какую-нибудь Сидю карту Хотя бы Скажем магнит Ну блин Теперь 7 Да Конечно Эта карта Могла бы мне Побочь Немножко Раньше Но Всяком случае Да И заметим Мы тут уже на равных Так что Да Я поигрываю Наконец-то Не прошло и года Ну что ж У нас играл все-таки Леген Как и предполагал Он у нас определенно Умеет играть в карты Ну и ребят В принципе На этой замечательной ноте Предлагаю эту серию Сегодня и закончить Продолжим в следующий раз А пока что На этом я с вами прощаюсь Всем спасибо за ваше время С вами был Септ Всем пока и удачи Хорошо провести день И до скорой встречи В небесном городе Под названием Небеса Субтитры сделал DimaTorzok